всем добрый вечер меня слышно нормально рад что все дожили до пяти часов тяжело уже конечно рад что пригласили на вторую конференцию надеюсь и на 3 позовете может что-нибудь интересно расскажу расскажу немножко про нас мы платформа leadbrothers это себе сеть но не классическая сетка мы работаем только со своими сайтами и отдельный проект наш называется финанса финанса это сеть сайтов международных которые занимаются подбором кредитных продуктов это обо мне кто не знает но это не очень интересно тема моего доклада звучит как глубокая аналитика в лидогенерации прогнозные модели искусственный интеллект вот хотел бы с вами об этом поговорить сегодня давайте поговорим в целом про данные сегодня целый день мы с ребятами общались и очень разные мнению всех там стоит ли собирать данные там длинная api короткая api зачем это нужно может просто offer wall а можно пользоваться и так далее мы в целом довольно давно используем расширенные данные при лидогенерации считаем что за этим в принципе будущее вот и сегодня я хочу поговорить с вами о том как можно использовать эти данные зачем они нужны и что мы с этим сделали и собственно какую доходность мы от этого получаем вот какие данные для анализа мы можем получить от пользователя поверхностно это самые простые данные которые мы можем собирать на лендинг пейдж основные данные это сумма срок займа фамилия имя отчество регион пользователя номер телефона адрес почты устройство с которого заполняется анкета документ в каждой стране это разный будь то это паспорт и и нн в казахстане и нн в украине айди карт в европе или там в юго-восточной азии так далее также можно учитывать сегмент времени заполнения заявки и сейчас мы начали использовать модель которая учитывает поведение ну там учитывает поведение пользователя при заполнении заявки в целом мы подготовились в этом году конференции получше мы сделали на русском и на английском языке потому что не все понимают это очень много ребят которые смотрят видео трансляцию они жалуются что не могут понять то что говорят по-английски ну вот мы решили сделать так чтобы всем в принципе было понятно вот теперь я хочу поговорить про дополнительные данные которые можно извлекать из тех первичных данных которые вы получаете на своем сайте вот мы используем поведение пользователя во время заполнения анкеты это скрипт который отслеживает то как тот или иной юзер заполняет заявку скорость заполнения анкеты но на самом деле многие микрофинансовые компании это используют свои практики кто-то это афиширует кто-то не афиширует но объективно мало кто из лидогенераторов пользуется этими данными хотя эти данные очень значимую часть занимают в скоринге то есть там можно можно видеть как человек заполняет анкету там меняет он фамилию не меняет фамилию имя не имя там какой телефон он сбил изначально потом какой телефон мне помедленнее говорить какой телефон он там сначала написал потом стер потом написал третий телефон и так далее все эти ответы можно учитывать в лидогенерации я расскажу потом как мы их используем собственно второй дополнительный момент который можно использовать это скоринг социальных сетей где это не запрещено я сделал такую оговорочку потому что в целом по последним данным фейсбук он запретил использовать скоринг соц сетей но в целом в россии в странах снг это не запрещено есть открытые платформы которые используют скоринг вк скоринг одноклассников и так далее это открытый плат платформы типа дабл дата и так далее то есть если кому-то будет интересно можете написать мне я вам прям скину список компаний которые предоставляют эти данные это довольно просто использовать вот третий пункт это обогащение данных из открытых источников в целом мы здесь подразумеваем задолженности пользователя которые можно почерпнуть из открытых источников если мы говорим про россию украину и казахстан то это федеральная служба судебных приставов в украине в казахстане к сожалению не помню как называется эта организация официальное название но в целом мы тоже парсим оттуда данные и мы понимаем по пользователю что у него там имеются текущие просрочки в какой-то микрофинансовой компании ну и обогащаем этими данными и анкету пользователя для дальнейшего принять принятия решения также так как наши сайты работают по модели платное оказание услуг у нас есть обязательный момент это привязка банковской карты по банковской карте мы можем отслеживать огромное количество данных от платежных систем то есть будь то это там какая платежная система на карте там смог человек привязать карту не смог привязать там фрод по нему и так далее то есть эти данные мы тоже учитываем для перед для персонализации кредитных предложений также мы используем платный скоринг пользователя из бюро кредитных историй в россии мы пользуемся сервисом unicom24 вот представитель сидит этой компании спасибо ему в европе мы интегрируемся с автоматиком в украине мы пользуемся посредником для данных из убаки вот и также еще можно использовать скоринг мобильного телефона это довольно простая технология в россии пред предлагает эту функцию киви то есть можно проскорить человека понимать что собственно у него там с балансом происходит сейчас более подробно мы об этом поговорим теперь можно разложить все все эти данные более подробно чтобы сегментировать человек и понять что ему в целом можно потом предложить если мы берем сумму и срок займа ну так как мы в целом не позиционируемся как платформа которая предлагает поиск только payday loans у нас там калькулятор немножко под под подлиннее и в целом payday loans это такая более отходящая история все в целом сторону инсталлмента смотрят то мы можем понимать какую сумму человек просит изначально и по сегментам его можем разделить то есть что ему нужно это payday loans installment потребительский кредит или кредитная карта про анализ заполнения анкеты на сайте я уже сказал то скорость заполнения заявки сколько раз человек менял те или иные данные контактные свои как он заполнял в общем это очень интересная на самом деле штучка которая очень много говорит о пользователе на сайте вот про номер телефона хотел отдельно поговорить это очень интересный параметр по которому можно подчеркнуть очень много данных о пользователе так как на всех наших сайтах мы просим обязательно подтвердить верить верить верифицировать номер телефона при помощи sms кода ну так как там где-то это по закону положено ну и в целом мы не хотим чтобы на наших сайтах регистрировались люди и не подтверждали свои контактные данные потому что нам не интересно с такими людьми работать есть очень много данных в номере телефона который можно использовать первое это в россии можно определять соответствие региона с дэв кодом телефона то есть у каждого номера телефона есть определенная там часть дэв кода которая соответствует тому или иному региону и мы можем понять что человек грубо говоря реки регистрируется там с московского ip адреса пишет что он там зарегистрирован я не знаю там в тынде номер телефона у него там с магадана то есть понятно что скорее всего это человек фродер изначально вот и мы сразу делаем скоринг мобильного телефона из киви и получаем оттуда такие данные время жизни номер и количество платежей география платежей этого пользователя по номеру телефона сумма платежей за период даты платежей можно понять в целом когда человек зарегистрировал эту сим-карту потому что очень часто залетают такие номера и что там время жизни 777 карты там три дня или там два дня понятно что скорее всего это какой-то мошенник пытается оформить заявку вот ответы платежных систем это тоже очень интересный пласт данных которые можно использовать мы учитываем тип платежной системы разбиваем их по типам какой ответ нам отдала платежная система это недостаточно там средств для привязки карта отклонена антифродом неверные данные карты и так далее потому что если человек не может привязать свою банковскую карту на нашем сайте то его ну маловероятно имеет смысл передиректить на сайт где выдают карт карточные займы потому что он просто там не сможет привязать свою банковскую карту ему там займ не выдадут вот e-mail и e-mail это тоже довольно интересный пласт информации мы учитываем такие данные как провайдер адрес электронной почты все это закидываем в анкету пользователя сделали человек подтверждение адреса электронной почты устройство с которого он прочитал тот или наш месседж и скорость подтверждения адреса потому что ну как показала практика это тоже очень интересный пункт на который мы раньше не обращали внимание то есть через сколько человек подтвердил свой адрес электронной почты быстро он сделал то есть там по времени мы тоже все учитываю кредитный балл юзера это на самом деле очень интересный пункт и раньше мы думали что он имеет очень огромное значение но после того как мы загрузили все эти данные в нейронную сеть мы поняли что это очень такой пункт что он особо никому и не нужен сейчас вы просто поймете к чему я все это веду и то есть мы собираем все эти данные их очень много и собственно что со всеми этими данными делать мы эти данные все анализируем анализируем их мы для того чтобы выстроить наши персонализы персонализированные цепочки монетизации мы используем четыре канала про которые я рассказывал кита рекламные блоки там добавились я это не писал не знаю нет я про рекламные блоки не писал это наверное уже летгид дописали что-то не знаю что такая offer wall это международное понятие мы это называем персонализированный фид email рассылки в пуши и смс рассылки с пользователем это основные каналы по которым мы пытаемся сконтактировать с человеком но у нас все устроено таким образом что offer wall в личном кабинете он подстраивается перед персонально под каждого пользователя то есть если зайдет пользователь номер один у него будет offer wall 1 если зайдет пользователь номер два у него будет offer wall другой если пользователь номер один зайдет через неделю в наш личный кабинет у него же offer wall будет совершенно другой он подстроится под 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 него используя те параметры которые мы анализируем а мы анализируем все вот эти параметры которые я вам сейчас назвал и выдаем ему персонализацию мы отслеживаем откуда пришел пользователь куда перешел кроме того данным переходом юзера по всем каналам синхронизируется между собой то есть мы понимаем что пользователь зашел в наш личный кабинет кликнул на offer my credit допустим вот ребята сидят до заполнил там заявку и потом соответственно зачем этому пользователю в емейле предлагать my credit потому что мы знаем что он уже туда заявку оформил зачем мы будем говорить мы говорим человек вот и в мой кредит заполнил заявку молодец но вот тебе в емейле иди в маневе у либо еще куда-то но у нас все честно у нас все на и писи завязано нельзя нас подкупить к сожалению не не получается никак тут вот написано как раз таки то что я сейчас озвучил он для нас самое главное чтобы кредитор нам отдавал постбек то есть мы все эти данные копим и у себя и это наша наши ряд ряд ретро данные на основе которых мы прогнозируем дальнейшую выдачу человеку дадут ему зам или нет в такой компании на основании всего портрета который мы собрали а вот этот еще очень важный момент что в каждом канале и писи оффера но она очень разные у нас она делится в порядке убывания то есть самое доходное это offer wall потом sms ком коммуникация дальше email рассылка и push рассылка то что про то про что я рассказывал что мы синхронизируем между собой каналы коммуникации если он заполнил в май кредит потом мы допустим человеку в маневе при помощи имела отправим это не то что мы одно и то же предлагаем ему путем разных каналов так как в каждом канале разная доходность то соответственно эти афера перестраиваются пост постоянно то есть если май кредит допустим в offer wall и там топ у нас то по пуш рассылкам он может там стоять на седьмом месте потому что с push он он плохо конвертит это тоже нужно учитывать потому что тот канал с которым вы коммуницируете с пользователем он очень важен и доходность совершенно разные везде доходность разное ток как вы с ним коммуницируете и доходность очень разная того откуда он пришел изначально и доходность очень разные от того что это за пользователь какой у него портрет социально демографически его скоринг там как он привязал телефон как заполнил заявку это все влияет на доходность тут написано какие показатели мы используем для формирования пред предложений ну кому интересно можете сфотографировать очень приятно что сейчас в снг кредиторы они как бы позволяют уже интегрироваться с ними потому что есть такой очень классный показатель как наличие дубля пользователя на сайте кредиторов в европе эта история давняя у нас это только-только начинать только-только начинается и не все в целом готовы как бы давать такую довольно простую интеграцию когда ты можешь там отправить номер телефона или серию номер паспорт и компания тебе скажет дубль у тебя на сайте или или нет мы в целом умеем с некоторыми компаниями это делать сами это несложно но хотелось бы чтобы кредиторы позволяли это делать потому что в целом это благоприятно влияет на рынок потому что если человек зарегистрирован там в манимене и манимен при при этом не может нам дать такую интеграцию мы же не можем понять выдали человеку мы не выдавал человеку манимен займ или нет если он через нашу платформу ни разу не оформлял там заявку если он через нас оформить сердце мы будем это знать я хочу привести кейс по динамичному оффер волу это про то что я рассказал как он формируется у нас мы замерили статистику и получилось следующее что после того как мы сделали эту динамику у нас получились вот такие цифры это говорит о том что данные анализировать их априори стоит ну тут как бы в цифрах все видно что трафик вырос всего лишь два раза доходность выросла в 6 полный раз то есть объективно там если вы тратите на закупку трафика там миллион рублей зарабатываете 300 то есть используя аналитику вы можете зарабатывать не 300 а в три раза больше просто используя ну анализируете данные которые вы собираете и сейчас мы хотим перевести немножко статистике то есть тут портрет пользователь кому в целом компании выдают займы очень у всех компаний данные разнятся мы не стали разбивать по компаниям где кому на самом деле дает но в целом по рынку провели такой срез по нашей аналитики получились очень интересные данные вот это возрастные группы кому в целом дают деньги микрофинансовые компании в россии в казахстане и в украине что интересно многие компании позиционируют себя что они выдают займы с 18 лет очень многие об этом говорят но по нашей статистике мы вообще ни одного такого человека не нашли то есть ну вот вчера я там разговаривал с большим количеством людей и все говорю ну мы-то выдаем я говорю ну может вы кому-то и выдаете на муси в статистике этого не видим мы вообще не видим что выдают людям до 21 года вообще не выдают поэтому если вы не будете таргетироваться на 21 год то априори вы больше заработаете потому что эти люди не правда не заполняют заявку на вашем сайте да не перейдут на там вашу страницу с предложениями и где-то заполнят потому что эти заявки принимают но им нигде не выдадут деньги это средние запрашиваемые суммы пользователями на наших сайтах за полгода то есть тут выборка примерно 300 тысяч человек то есть такие суммы люди в среднем просят в долг но что самое интересное по украине с казахстаном я не могу отследить динамику а по россии я могу увидеть что запрашиваемая сумма она упала примерно в два с половиной в три раза то есть если полтора два года назад люди просили от 30 тысяч и выше сейчас они просят намного меньше потому что либо они настолько закредитованы они объективно закредитованы потому что мы это видим у них огромное количество долгов и просрочек и они наверное уже начали понимать что в целом не нужно просить больше потому что все равно никто не даст но как-то они реалистично стали относиться к своим возможностям это средний кредитный скоринг в россии на основе данных компании unicom которым среди ну кредитный скорингом отдает компания unicom 24 и вот со средним таким скорингом дают людям микрозайм по нашей статистике ну там графа 300 до 850 то есть выше 6 600 баллов это уже в целом человек годен для кредитной карты если не там юра подправит меня также мы хотим презентовать нашу фичу которую мы запланируем запустить след след в следующем году так как в целом мы очень активно сейчас работаем с технологиями мы планируем все наши наработки которые у нас имеются в следующем году выпустить формате об облака для вебмастеров то есть можно будет брать все наши инструменты и просто конвертить трафик и кайфовать ничего делать не надо также хочу рассказать про нашу акцию яблочный год которая стартует 15 ноября можно наливать через нас на любые проекты через наших партнеров здесь указаны все компании с которыми мы сотрудничаем вроде никого не забыли вот можете под подключаться к нам лить на нас трафик зарабатывать деньги все в целом будут довольны я так думаю никто не обижается на нас это мои контакты ну и в целом наверное все что я хотел массово а еще еще такой момент один забыл сказать если меня позовут на следующую конференцию то я расскажу вам мы сейчас начали тестировать нейросеть это же искусственный интеллект это же а и то есть все вот эти данные которые мы собираем мы сейчас загоняем в нейросеть и она нам про делает прогнозную модель о том выдаст ли какая-то компания этому человеку микрозайм то есть технически через два-три месяца мы соберем столько аналитики что сможем предугадывать скоринг микрофинансовой компании ну то есть нам даже кредитный рейтинг не нужен и скоринг бюро кредитных историй потому что в нашей выборке по весу это занимает очень маленькую долю одну объективно это очень маленькая доля и мы понимаем что эти данные никому нет нет не нужны а тут кстати нет несколько слайдов которые которые были это 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 предпоследняя просто презентация там было несколько слайдов как раз таки в котором я хотел показать ту статистику что кредитный рейтинг он вообще ник никому не нужен и у нас есть выборка по микрофинансовым компаниям кому не дают кому они не дают и в целом из того процента выдачи где одобрили и не одобрили количество долгов и кредитный рейтинг он вообще не влияет никак то есть то что допустим многие думают если мы сделаем запросы бюро кредитных историй увидим там что у человека долги или мы посмотрим его там фсс п увидим что он кому-то был должен то эта компания никогда ему денег не выдаст на самом деле это не так потому что эти данные совершенно никак не учитывается кредитным скорингом микрофинансовых компаний каждая компания учитывает какие-то свои там непонятные алгоритмы и никто на самом деле не знает как они работают я думаю что иногда не даже сами не знают как как они работают да потому что многие ребята вот я был недавно на конференции в сочи проходил фенополис и там проскорен как раз таки был такой большой стенд и там были ребята с турбозайма это кванта быстроденьги и они говорят что не даже учитывают там речь пользователя там материться он или не материться при оформлении заявки что люди которые матерятся у них там уровень дефолта выше ну это как бы очень круто конечно но я не знаю на самом деле как это работает возможно это как-то у них работает но там речевым синтезом мало кто сейчас может похвастаться таким классным чтобы он прогну прогнозировал все это ну вот это в целом все что я хотел вам рассказать про наши сервисы то как мы работаем к чему мы движемся и в целом я думаю что лидогенерация в будущем это нейронные сети потому что проанализировать тот огромный кластер информации которые нужно анализировать руками совершенно невозможно примерно так хочу услышать ваши вопросы спасибо кости хочу сказать что у нас больше трехсот человек смотрит нас в онлайне если не последняя версия презентации то на сайте в любом случае мы выложим по итогам корректно просто вовремя надо присылать все блин виноваты а второй микрофон костя привет привет у меня к тебе вопрос вот вы собираете такое большое количество информации собираете ли вы браузерные отпечатки да мы собираем фингерпринт js используем технологию эту и только да на другой более нормальный нет сейчас хорошо можем после конференции пообщаться хорошо 0 попов финспен когда вы проскорили клиента и поняли что но ему точно нельзя выдавать кредиты ни одно ни один кредитор не выдаст что вы показываете клиенту ну тут все зависит от от страны в целом в россии сейчас у нас есть продукт это реструктуризация долга и банкротства вот плюс очень хочется на самом деле иметь какие-то альтернативные продукты которые можно предпредложить пользователям но их просто нет то есть хочется предложить человеку там не знаю сходить ломбард там либо еще что то если мы реально срочно нужны деньги но нет федеральных сетей ломбардов с которыми можно было не то что интегрироваться хотя бы просто договориться можно дополнить а какая у вас возвратность какую долю продаж составляют старые клиенты но эти не могу сказать такую информацию порядок цифр я тебе потом приватно расскажу кость когда вот вы запустите свой инструмент для веб мастеров он будет платный сколько примерно будет стоить или он будет бесплатно и раздаваться кому-то специально отдельно как ваше какая-то супер изобретение нет но мы же не волонтеры все таки здесь собрались в целом да у нас направление движения нашей компании мы движемся в технологии то есть мы хотим стать софтовой компании которая делает именно софт для арбитража потому что в целом понимаем как эта вся штука работает и нам это более интересно чем там генерит трафик но у нас есть финтех проекты которые мы тоже хотим запустить но то про про что ты спросил он естественно будет платный и он будет раздаваться всем и технически веб мастер сможет интегрироваться с любой сеткой там будь то это адмитат будь то это лидгит там sales дабр или все что все что угодно настроил постбеки и поехали константин такой вопрос добрый день я здесь никита очень приятно знакомиться константин вот у меня такой вопрос то что вот вы делаете перед отправкой заявки огромную работу да там скоринги в ником отправили вот предположим первый пользователь не предположим у вас есть витрина с пушей ну нет хорошо пуши который вы берете откуда-то с определенного места и у вас два пользователя с 500 баллом да и 300 будет ли отличаться для них разные витрины и как вы именно определяете что трехсотые люди например лучше идут на на лайм да а пятисотые лучше на манго вот если такая тенденция как вы знаете зачем отойти на конгу только больше аферов нет зачем такой объем данных то есть если все в итоге все равно к епц сваливается не только к епц сваливается вот я хотел услышать к примеру пример того что именно дает вот такое обогащение данных чтобы потом чем ваша динамическая витрина отличается того что я просто расставлю по своим источником по епц просто офферы и все нет без обогащения ты расставишь эти офферы окей но ты их с какой периодичностью ты будешь переставлять и на основании чего потом дальше чтобы тебя доходность была ты будешь каждый день открывать статистику смотреть упала не упала там доходности начнешь руками все это дело перетекивать правильно ну предположим не руками но но не знаю ногами ты будешь перетекает но это в это это в ручном режиме происходит все у нас offer wall подстраивается сам под пользователя индивидуально он анализирует все эти данные мы мы сейчас понимаем что данных очень много и для этого мы сейчас тыс тестируем нейросеть потому что руками все это проанализировать нереально но нейросеть нам показывает такие результаты что мы реально офигеваем и кейс по нейросети я смогу там через три-четыре месяца рассказать что нам это дало константин вопрос ну то есть я так понял что одно один из ключевых параметров которые не россия делает когда меняет стену вашу она смотрит где первичник и повторник если он там уже был по вторникам она подставляет ему те витрины где он еще не брал кредиты правильно но для этого даже нейросеть не нужно окей следующий вопрос как вот этот саз двигатель могут использовать рекламодатели ваш я не знаю он не под рекламодатели заточен но на самом деле среди рекламодателей очень много вебмастеров поэтому возможно вы можете его использовать как вы бы какое соотношение вот вашей статистике инсталлментов и pdl а сейчас все у нас pdl практически то где мы работаем это везде pdl и последний вопрос а какие вы кроме финансовых офферов еще отправлять смысле не понял нет у нас пока только финансовый трафик вопрос еще нужно извините пожалуйста меня профессиональный интерес скажите как маркируете плохой хороший для обучения нейронной сети просто у вас если все педели они у вас все одинаковые эти офферы как вы разделяете и сколько у вас в обучении для нейронной сети идет искомых величин спасибо я первую часть вопроса к сожалению вашу как вы формируете понятие плохой или хороший ну или или скажем так как вы маркируете офферы по которым чтобы получить вероятность выдачи для нейронной сети то есть вам у вас фактически офферы одни и те же то есть все педельки правильно у них одни один и тот же одно и то же требование кредитной истории заемщика то есть там балл будет от 4 до 530 от 400 до 530 то есть требование к риску достаточно низкая то есть размаркировать у вас как бы она все одинаковое все все искомые они у вас одинаковые как вы их различаете вот для нейронной сети это очень важно но на самом деле это распространенное заблуждение что для всех микрофинансовых компаний все пользователи одинаковые если мы возьмем три микрофинансовые компании загоним туда одного человека то не все ему дадут займ я согласна вот я и спрашиваю у вас какие то есть критерии специальные какие то есть у нас критерии да расскажите какие поделитесь ну конечно нет то есть на сколько групп вы примерно бьете свои микрофинансовые компании насколько групп мы их никак не бьем ну как хороший плохой средний там такой уровень риска такой уровень риска мы анализируем ретро данные наши поэтому пользу ну по этой по этому офферу скажем тогда и мы понимаем что вот в компанию номер один вот с тем портретом который зашел к нам человек он может вот с такой то вероятностью получить займ и поэтому офферу допустим такой-то еписи у нас прогнозируется и соответствии с этими данными offer wall он перестраивается все ясно спасибо привет привет so what about the data you are getting and for example people not verifying their mobile emails what are you doing good чего про емейлы я не понял ничего не делаем с ними но в целом нам очень важно чтобы человек подтвердил какой-то контакт с ним потому что ну сейчас мы хотим доработать немножко платформы вообще хотим убрать то есть если человек не подтвердил почту он просто пустой личный личный кабинет у него будет обязательно нужно подтвердить почту ну потому что там очень много факторов на это завязано это и отправка кредитного рейтинга ему расчета там персональных предложений так далее но я понимаю что у него много данных и мы можем по нему много всего спрогнозировать но мы тогда мы платную услугу оказать не сможем эти последний вопрос чтобы быть тайминге и кость никуда не уйдет после выступления кость у меня такой вопрос как вы возвращаете клиента в личный кабинет если вообще в этом смысл то есть это нестандартные до какой-то email и как у каким образом это работает ну на самом деле есть несколько технологий возврата человека в личный кабинет то есть можно во-первых сделать ему там стандартный email как как ты говоришь но стандартные mail это не совсем стандартный email потому что можно понимать поведение пользователя то есть в целом мы же знаем что человеком заполнил заявку одобрено ему не одобрена выдается ему не выдается через какое в среднем по статистике можно понять через какое время этот человек опять пользуется займом по нашей статистики, оборачиваемость клиента в СНГ это примерно от 21 до 30 дней. Люди постоянно берут эти микрозаймы. Плюс, так как у нас есть анкетная система, то мы понимаем, что какой-то человек может в двух-трех компаниях одновременно прокредитоваться, что кстати плохо. И это вопрос к нашему регулятору, почему так делают. И можно понимать, что этот человек сейчас вернет и предложить ему взять еще раз. Либо по фингерпринту. Также мы понимаем, что человек заходит, даже если он не заполнил заявку на нашем сайте, но мы знаем, что это Вася Пупкин, то из нашей базы можем дернуть и отправить ему e-mail. А есть какая-то статистика по возврату клиентов именно в личный кабинет? Нет. Спасибо. Кость. Привет. У меня вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что твой эфирвол подстраивается под клиента и тем самым ЕПЦ у тебя нестандартный, как в партнерских сетях. То есть он явно должен быть завышен, потому что ты подбираешь предложение, которое скорее всего сконвертируется, правильно? Причем в разы должна быть разница. Есть такое дело? Ну я же не знаю, какой EPC у вас. Ну в открытых источниках то, что есть. Ну, Таня, знаешь, есть такое выражение, не веришь всему, что пишут на заборах. Сейчас. Окей. Шире вопрос. Если показатели разные, то это видят еще и рекламодатели. Удивляются ли рекламодателю, там, допустим, выдачи в 30-40 процентов, если ты таких показателей добиваешься, конечно? Может, там Федя Меджерин где-то ходит. Удивляешься, Федя? Отлично. Ставят ли они твой трафик в приоритет перед другими партнерскими сетями, если у тебя показатели качества лучшего в обработку и так далее? Это же вопрос к рекламодателю. У нас в целом сервисы, они не для микрофинансовых компаний. У нас сервис для пользователей. У нас B2C-сектор. То, что выдается, как бы это круто, но в основном мы ориентированы именно на пользователя, чтобы он решил свою финансовую проблему. Он ее решит же лучше, если выдача будет. Ну да. Ну ладно, спасибо. Спасибо большое, Костя. Может, если даже есть еще вопросы, то давайте их зададим попозже. Спасибо. 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 Спасибо.